Здравствуйте, меня зовут Денис Гусев, я директор Центра нейроинформационных технологий. Сейчас я вместе с Кириллом расскажу вам о системе, которая возможно позволит кому-то выбрать профессию по душе. В руках у Кирилла шлем виртуальной реальности, на первый взгляд самый обычный шлем, но все не так просто. Внутри него находится инструмент, который называется окулогар. Это такая хитрая система, которая следит за направлением взгляда, наш взгляд никогда не находится на одном месте STEPHANIE?". Он постоянно перемещается – вообще, нам только кажется, что мы видим мир четким. На самом деле, четким и видим очень небольшую область – всего два угловых градуса. Если вытянуть вперед палец, То его угловой размер примерно 2 градуса. Вот это та область, которую мы на самом деле видим четко, все остальное мы видим размыто, но нам кажется, что мы видим мир четко, потому что мир постоянно перемещается, он как бы сканирует пространство перебегая с одного места на другое вот ровно за этим перемещением взгляда и следит акулограф он определяет что интересно а что нет сейчас мы продемонстрируем как это работает сейчас кирилл смотрит небольшой этот фильм состоит из коротких фрагментов каждый из которых посвящен конкретной профессии там есть и повара и медики и строители инженеры мы включили в этот фильм 15 разных профессий нарезать небольшими кусочками они сменяют друг друга таким образом человек обращает внимание на то что ему интересно вот если мы посмотрим на экран то вы видите зеленое пятно это и есть направление взгляда она постоянно перемещается мы видим на что обращать внимание система анализирует направление взора и сравнивает его с тем как смотрели на эти же самые фрагменты ролика профессионал профессиональные повара медики строители и дальше она сопоставляет насколько взгляд конкретного испытуемого похож на взгляд и интерес профессионала чем больше совпадение тем выше в конце балл который она поставит этой группе компетенций и предложит будущем человеку обратить на это внимание возможно связать с этим свое образование или даже профессии ролик идет около пяти минут и сразу после его окончания мы увидим результат так ну вот видеоролик закончился и мы сразу видим результаты в данном случае система рекомендует кириллу обратить внимание на строительство и строительные технологии по мнению данной диагностической системы больше всего его внимание его взгляд совпал с взглядом профессионалов из этой области на втором месте у нас находится как мы видим информационные коммуникационные технологии то есть сфера айти самое маленькое количество баллов занимают производство инженерной технологии кирилл расскажи пожалуйста что ты видел в этом шлеме были профессии которые мне не интересны априори то есть флористика плитку укладывать ну то есть что-то вот из этого разряда это вот мой мой интерес вообще никак не зацепил а вот все остальное по типу программы каким на компьютере условно примеров приводить не буду столярное мастерство инжиниринг какой-то вот это вот есть интересы в принципе программа оказалась вправо у нас еще один доброволец как вас зовут пётр пётр отлично ну что ж петр сейчас посмотрим что скажет система относительно вас какая профессия какие компетенции вам покажутся более интересными здесь ребята собирают какую-то технику возможно это роботы здесь мужчина готовит коктейль но я уже отказался от алкоголя это в прошлом цветы мне очень близки это интересно каждую неделю я езжу на рынок составляю там композиции это прям самое сердце плитка плитка интересные интересная форма сегодня отлично вот результаты система считает что петру стоит обратить внимание на профессии связанные с творчеством и дизайном давайте спросим насколько это близко ему самое сердце дело в том что как раз занимаюсь творчеством и дизайном мы придумываем и создаем инсталляции из света мультимедиа экраны гибкие экраны лазеры без контактное управление интерактив как раз там есть творчество да некая фантазии плюс дизайн создать функцию чтобы человек испытал этот опыт но как она поняла это если предложить это детям подросткам то они могут уже увидеть какой-то вектор до исходя из этих да конечно даже когда человек сам не задумывается о том что ему интересно система видит это фактически без его волевого участия то есть для этого не нужно человека спрашивать выяснять он просто смотрит и система сама определяет что ему интересно здорово удивительно